Дмитрий Гордон. Говоря об этом жутком убийстве Павла Шеремета, я абсолютно уверен, что тех, кто его совершил, все равно найдут. Это, наверное, вопрос времени. Я знаю, что опознаны уже идентифицированные люди, которые делали закладку устройства, их фамилии известны, потому что мало людей может это сделать. Их знают, другое дело, где они находятся, вот этот вопрос, на этим занимается следственная группа. Это беспокоит другое, беспокоит полный, на мой взгляд, провал полицейской реформы в Украине. Смотрите, когда патрульные полицейские только начинали свою работу, мы радовались, потому что постоянно везде ездили машины. Полицейские машины. Было приятно, мы видели, что они есть. Сегодня большинство полицейских машин разбиты в хлам. Их нет. Не на чем ездить, потому что ребят набрали профессиональных, вроде бы, хороших, я имею в виду, почитай. Но не профессиональных. То есть профессии нет. Теперь закон иллюстрации. Совершенно безобразный, дикий, направленный против Украины, на мой взгляд. Закон иллюстрации, который, я убежден, писали в Москве с целью убрать из украинской полиции, СБУ, прокуратуры и других органов, всех нормальных специалистов. Что мы имеем? Специалистов убрали. Работать некому. Профессионалов практически нет. Ну что, все мерзавцы были в полиции при Януковиче. Ну и что, что они работали там? Дайте им хорошую зарплату. Дайте им социальные гарантии. И они будут работать, и будут профессионально работать. И поверьте мне, большинство людей, которые работали в милиции при Януковиче, очень хотят работать за нормальные деньги, чтобы их уважали, чтобы у них были социальные гарантии. И они не будут врагами Украины, они и не являются врагами Украины. Но этот закон иллюстрации, который выплеснул с водой ребенка, на мой взгляд, по отношению к нашей сегодняшней реальности, это большое преступление. Владимир Назаров. Что меня удивило вот в этот период, который прошел с момента гибели Павла Шеремета. Мне кажется, что власть и органы правопорядка не ощутили главного, что должны были ощутить. Не ощутили заинтересованности и протеста народа в скорейшем раскрытии этого ужасного преступления. То есть давления общества на органы правопорядка, на власть не было. Никаких демонстраций, таких, которые должны были случиться сразу после гибели, ну хорошо, через какое-то время. Журналистское сообщество, просто все, кому не все равно, потому что этот террористический акт подрывает основы основ, свободу слова. На улицу должны были выйти все, не вышли. И этой солидарности общество не проявило. Соответственно, те, кто не испытывает жуткую боль за происшедшее, могут быть спокойными. А я вам відповім. Можно? Я вам відповім. Вот дивіться, якщо журналистское сообщество организує, і по хрещатоку пройде кілька мільйонів украінців, які скажуть, що злочин против журналистів є найтягчим преступлением. На следующий день в вашій Верховной Раді поставят вопрос і будуть розсматривати його. Я не депутат. А пока этого не случиться, пока общество не давит, нічого не буде.